привет всем друзья сегодня у нас такая посылочка очередная ждал ее очень долго очень тяжело она и шла не знаю вся измятая просто вот реально вот живого места просто нет я даже не ожидал что вообще придет но пришла тем не менее ну давайте посмотрим что в середине так середине у нас электронные сигареты да друзья это электронные сигареты и зарядка странно заметьте пакетик очень такой веселый непонятно то либо уж не то ли он где-то уже от чего-то но не важно главное чтобы все было у нас хорошо модель у нас сигарета электронная vision vision spinner spinner 2 конечно фейк конечно фейк примерная цена но около около 13 долларов вот ну и учитывая что где-то оригинал стоит по 30 под 40 долларов я думаю что ну цена в 13 долларов даже ну это вполне достойно упаковочка симпатичная вот кто если хочет глянуть вот туда что-то пишет ну так будет видно наверно не знаю фокусируется или нет не вижу вот вот так вот тут ну довольно таки симпатично очень даже бы сказал симпатично такой вот себе блистер блистер причем разные цвета ну понятно зеленый цвет да оранжевый цвет ну блистер оранжевый клевый да вот кстати тут заметьте 2000 видно нет 2014 год то есть модель действительно 2014 года и шла посылочка здесь гейт и шла около месяца может быть чуть больше ну симпатично симпатично давайте посмотрим что там так сама коробочка тоже очень такого хорошего исполнения вот чтобы она так будет лучше теперь же глянуть что же это такое кому надо ставим на паузу должен сказать что такую сигарету я уже приобретал ранее вот приобретал ее на алиэкспресс скажу что в принципе она мне понравилась понравилась аккумулятор довольно мощный 1800 миллиампер сейчас давайте посмотрим поближе и вот такой аккумулятор вот такая она у нас в виде буквочки в клавиша у нас кнопочка разъем стандартный иглошный ну и у нас выставление вольтажа тут в револьт то есть от кажется у нас сколько тут 38 до от 3 и 8 вольта нет а трех и трех вольт извиняюсь 33 вольта до 48 вольта то есть мы можем четыре разных напряжения оставить себе аккумулятор довольно таки надежный защита стоит у него то есть эта батарейка никогда у вас там не взорвется там да ну так так заявляет производитель в принципе не знаю как бы это все таки фейк то есть это клон не будем говорить что он такой надежный не будем утверждать вернее да хотя по сути я думаю что это один в один скопированный клон что еще что еще да кстати от определить оригинал но так как я уже посмотрел заранее скажу вам что надпись сама вот тут у нас vision spinner 2 до в оригинале это совсем по-другому в оригинале тут не буду говорить что не помню но надпись совсем другая ну работает стандартом нажимаем кнопочку уже видно подсели а нет ребят как долго и шли ну зарядка зарядка в норме я бы сказал что она даже на полной заряди на полном заряде то есть тут понятно что включается на кратковременными быстрыми этим пятью нажатиями на кнопку вот и давайте я покажу вот раз два три четыре пять это мы выключили да потому что сейчас вот я нажимаю не горит вот я уже опять включил я кстати пять раз нажал ну да не суть важно все у нас рабочие все у нас как бы на первый взгляд хорошо качество вроде бы тоже ничего вот ну хорошо давайте другой посмотрим все таки тоже интересно но такой же блистер такая же упаковочка кстати очень легко легко проверить насколько это не оригинал вот подойдем к этому более скептически тут у нас есть серийный номер vision и есть scratch me то есть такая штучка что мы ее стираем вот ну попробую сейчас потерять вот тут пишет у нас какой-то код с помощью которого мы там что-то можем якобы выиграть или а нет не выиграть извиняюсь проверить на ликвидность то есть на оригинальность данный девайс но я вам сразу заверю вас я проверял все коды практически фейковые ну хотя хотя есть как бы и вот вроде бы как бы с виду вот коробочка кажется оригинальной ну ладно давайте глянем все-таки на зеленую версию нашу вот все то же самое все тот же самый scratch me все тот же самый vision коробочка ничем не отличается уах чуть-чуть другой цвет неожиданно я думал что он будет зеленый а он такой вот металле металле зеленый но тоже хорош ну все то же самое господа все как бы ничем не отличается так проверим зарядка также сама полный заряд смотреть белым то есть тут есть три уровня заряда беленький это полный заряд трехцветный вернее индикатор стоит белый это полный заряд оранжевый это самый минимальный заряд и синий это что-то среднее то есть когда уже где-то пол заряда ушло при нажатии включение при выключении она мигает сразу тремя цветами ну как я и показывал вот нажмем пять раз да ну в общем вот такие вот аккумуляторы батареи дальше зарядка зарядка аспир аспир как бы ничем не отличается обычная егошная зарядка это же но что хочу сказать аспир почему выбрал аспир можно было конечно взять и кангер но как по мне аспир надежней вот как-то он показался мне более надежным более фирменным что ли вот может быть я клюнул на вот эту вот наклеечку не знаю ну по сути не могу спорить что лучше что хуже может быть и обычная китайская зарядка там самая-самая блин и как бы и то же самое да но рекомендуют как бы да вот даже сами китайцы не рекомендуют все таки что-то такое вот фирменное хоть и девайс сам как бы да и нельзя сказать что фирменный вернее он как бы смахивает под фирму да для чего я взял господа я дилетант в этом деле я только начинаю только начинаю может быть я допустил какие-то ошибки в плане того что начал с таких вот ну будем говорить и кошки да может быть надо было сразу перейти на какой-то профессиональный уровень или как-то вот посмотреть что ли по ютубу чё там кто там как там джордж батарейкин может что-то бы подсказал там ну или хотя бы посмотрел бы знал бы чего для новичков там надо но решил на обум на свой страх и риск и должен сказать что в принципе пока я ничем не расстроен вот но на ошибках на ошибках наверно буду учиться и так что клиромайзер клиромайзер cr5 вот такой 1.8 миллилитров сори 1.6 1.6 ошибся что тут это не обслуживаемый клиромайзер я бы сказал одноразовый но так оно и есть на самом деле я почему-то вот еще одна ошибка новичков но меня наверное неправильно плохо посмотрел сначала да вот есть такие же обслуживаемые да то есть сам испаритель мы можем менять я взял по своей глупости опять же взял необслуживаемый может быть это и не глупость может быть они тоже хороши ну говорят что не хватает только на неделю на неделю парения то есть попарил недельку вот а потом взял это все дело и вот как есть так и выкинул для меня вот час вот ну как бы немножко диковато это все в диковинку не просто в диковинку. А диковато в том, что это все надо будет через неделю выкидывать. Ничего тут не откручивается. Никак больше, кроме как вот да, для залития наших смол. Ну, вот так вот. Обычный, обычный клерамайзер. Почему, мой взгляд, пал на вот эти вот CE5, ну, я вот посмотрел, что модель вроде бы все хвалят, да, CE5, вот все, это как бы не CE4, это лучше, это как бы больше пара, больше вкуса, да. Но я думаю, не знаю, я думаю, что вкуса может быть и не больше. Скорее всего, что его вообще нет как такового. Он очень-очень-очень слабо будет тут чувствоваться. Я не говорю еще раз, повторюсь, я не курил, не парил, вернее. Не знаю еще, как оно будет. Не знаю, какой там будет вкус. Ну, ну, буду пробовать. Вот с этого начинаю. Основная цель, господа, вообще, для чего это все дело? Банально для того, чтобы бросить курить. Курю я, друзья, уже больше 15 лет. И для меня вот это вот, ну, не знаю, может быть, даже последняя колыбелька спасения. Потому что, если уже не поможет электронная сигарета, я просто дальше уже... Ну, буду бороться, конечно, буду искать способы разные. Но... В общем, не будем загадывать. Очень сильно надеюсь на эти электронные сигареты. Думаю, что они мне как-то компенсируют мои сигареты. Я буду уже парить, а не курить. Реально, не дымить. Дым ужасно надоел близким, всем, кто меня окружает. Постоянные запахи. Не только с рук. И поэтому, ну, как-то, ну, неблагодарное это дело. Вот я решил, что пора что-то менять. Пора идти, стремиться к чему-то лучшему, да. Я не говорю, что это полностью мне заменит мои сигареты или оно как-то пойдет в пользу. Да, ну, я рассчитываю на то, что просто вреда будет меньше, друзья. Что я не буду портить жизнь своим близким, не буду отравлять дымом квартиру, не знаю, там, другие помещения, где бы это ни было. Потому что, как правило, я курю на кухне. Вот. И... Ну, это ужасно, это ужасно. Вот. Ну, все-таки надеюсь, что вот это должно помочь. Это должно помочь. Ни в коем случае я не рекомендую. Я... Просто... Мое субъективное мнение. Вот. то, что я вот планирую делать. Я планирую парить. Ну, как-то так, друзья. Как-то так. Ну, вот, кстати, покажу еще. Такой вот желтенький, симпатичный, прозрачный. Конечно, попарю потом, друзья, чуть-чуть отпишусь. Ну, поделюсь впечатлениями своими. Что, как, куда. И... На этом все. Всем спасибо за внимание. Решил я все поправить, друзья. Не отходя от кассы. Мы только недавно говорили вот про вот такие вот клеромайзеры и CE5. Про то, какие они клевые. Вот. Ну, я вам скажу, я вот в заблуждении пробовал данную CE5. Ну, ужас, друзья. Вот я привык курить на полную затяжку, да, средние сигареты. Это не для меня. Это просто не для меня. То есть, оно, ну, как по мне, вот не тянется так. Мало пара вообще. Ну, ну, просто ужас. Вот. Я вот не знаю. Я бы вот это вот все не покупал бы лучше. Не использовал. Почему? Вот мне пришел друг, посоветовал вот такую вот Кангер. Это у нас Кангер Т3Д. Если будет видно. Вот. Стеклянная колбочка. Тут вроде бы как нержавейка съемный. У нас не знаю, как он называется. Муштук, что ли, или как-то по-другому. Тут у нас вот такие вот дырочки для забора воздуха. Вот. Ну, и как видим, у меня уже там жидкость, все дела. Почему вот эта вот вещь? Пока что я говорил, как бы, что я только начинаю, еще неопытный в этом деле, еще как бы пробую. Ну, друзья, мне хотя бы вот эта вещь начала, начала только заменять сигареты. Вот с этим, с этим, с И5, ну, я просто, ну, не то, что баловался, но она мне не подходила. Это было ужас. вот здесь, да, здесь исправитель сменный уже. Покажу вам. Вот. Так же он накручивается, как бы, вся система похожая. резьба-то одна, разъем один. Вот. Но, что скажу, пара больше вкусовых качеств. Они, не то, чтобы их, вот здесь их практически, я их не чувствую. Вот. здесь, ну, я хоть что-то начинаю чувствовать. Вот. Хоть как-то. Больше, вот, к этому я обращаться, как бы, не хочу, друзья. Не тянется. Вкусовых качеств практически не чувствуется. Но это мое, опять же, субъективное мнение. В этом я, вот, как-то, чувствую себя более уверенно. Вкус, ну, я уже начинаю чувствовать вкус, да. То есть, я вот, мы вот здесь, вот, варевольт себе сделали. Вот. Я, например, парю сейчас, так как я курил среднее. Ну, вот, не знаю, как кому мне подходит, вот, например, 3,8. И ощущается уже и вкус, ощущается, такая вот насыщенность дыма, да, как бы, более уверенно себя чувствуешь. То есть, уже как бы, как вам сказать, с этим я чувствовал большую тягу к обычной сигарете. То есть, мне оно не помогало. вот, CE5, клиромазер, он мне не помогал. Никотина здесь практически самый мизер. Планирую вообще перейти на чистый пар, без никотина. Ну, пока так, вот. Ну, что ж, третий день полета. Пока все, все меня устраивает, друзья. К сигаретам я не возвращаюсь. ну что, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.